Про обогрев расскажем. Очень часто главной ошибкой садоводов является, закапывая, никогда не закапывая эту ленту для обогрева почвы в грядке, вот этот термодатчик, который рассчитан на включение при плюс 5, плюс 15, извините, плюс 15 включение, и выключение при плюс 20, там плюс-минус один град, у него допуск есть, расположение кверху. Инструкцию мы исправили, новую инструкцию уже об этом пишут, что так не надо. Надо располагать датчик или в горизонтальной плоскости с лентой, или под лентой. Почему? Потому что земля в теплице очень быстро прогревается, и датчик, когда находится сверху, все тепло доходит, он выключается, все, и внизу холодно. Поэтому, еще раз напоминаю, датчик надо расплавать или в горизонтальной плоскости, или под лентой, на расстоянии минимум 10-15 сантиметров. Чем дальше вы от датчика, от ленты датчик располагаете, тем он дольше будет лента работать, чем ближе, тем он быстрее будет выключаться. Ничего сложного, дальше говорят, земля не горит, вы никак руками не прогрете. Сколько температуры человеческого тела? Плюс 36, да? А лента плюс 20. То есть, вы можете определить, держа вот так в руках ленту, что она работает, то есть, что она греет. В земле вы этого не сможете сделать. Поэтому рекомендую, когда вот этот кончик, где уходят провода, по укреплению дальше, зеленый, это масса 0, за землей можете выкинуть, и два белых, это 220. Так вот, выпустить над землей вот такой кусочек, сантиметров 5, за которым вы можете подержаться и проверить, работает он или нет. Ничего сложного. Второй момент для проверки. Вы можете в том месте, если вы сомневаетесь, что она работает, если вы не проверили, проверить, значит, как? Проверить перед закопкой, можно просто опустить вот этот термодатчик в банку литровую с холодной водой или положить в морозильную камеру, вот сейчас она холодная, и включить розетки, он у вас будет работать. Если вы сомневаетесь, когда закопали, что не работает, вы просто откапываете вот этот кончик, как я даже делал, банку литровую с холодной воды со скважины, оттуда опускаете, он герметичный, током никого не ударит, и включаете, проверяете, чтобы не выкапывать всю ленту. Все очень просто. Пройдемся еще раз. Чем дальше, тем дольше работает, чем ближе, быстрее выключается, и провода. То есть, и надо на горизонтальной плоскости или под лентой, чтобы мы грели холод внизу. Вот, все просто. Так что заказывайте ленты. Нас у нас посла на даче, то есть, в доме загорода, обогрев воды. В общем, и также у нас в грядках они даже закоплены. Скоро мы их включим, будем прогревать почву. Всем хорошего дня или вечера. Приятно.